вот здесь начинается своя особая интрига особая интрига никогда не понимаешь как карта ляжет в том числе коммуникационно есть такой еще важный у меня принцип как возникает реплика боковая кому-то я сразу прошу это всегда очень вам кажется что это какая-то ерунда вы про мелочи говорите а мне очень важно как из мелочей сплетается целая вообще в философия всех наших семинаров заключается в отличном я приходил к вам с пустой головой с пустыми руками и вообще вот если нам удастся взаимно друг друга про эксплуатировать и чего-нибудь вытащить но это зависит от меня только тогда вот когда у нас есть вот это движение и поэтому я цепляю вас вот вы сказали какую-то реплику вам кажется господи это вообще мне всегда говорят мы тоже не имеем отношения друзья мои умеете мне построить таким образом мы никогда не знаем что имеем отношения дело это дело наше тоже всякие микро вещи которые происходят иногда становятся самыми важными как вот этот мой любимый образ когда мы идем с детьми путешествовать в музей мы заходим в зал я разбиваю погрузку предлагаю так ребята ищите чего-нибудь что вам покажется интересным боже упаси экскурсии в которых выделено заранее важно и дети находят кто-то находит гвоздь торчащий из пола и вдруг оказывается что вот эти первичные метки собственного взгляда они игра являются существенным только потом мы начинаем видеть опа а здесь еще и монолиза висит но монолиза оказывается где-то так вот это вообще для меня фундаментальная философия образования никто не знает что является важно когда мы заранее планируем говорим вот это важно это важно это важно важно мы врем самим себе потому что если вы вспоминаете самих себя в прошлом вы понимаете то что было боковыми ходами как раз и оказалось решающим для вашей жизни человек вообще рождается из боковых ходов человек рождается не из этих прямых вот этих пиндюривание вот этой по программе это 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 а вот какие-то боковые вещи и вот сумма вот этих боковых странных вещей которые почему-то вас зацепила причем зацепила ваше боковое зрение это как раз самая важная вещь поэтому мне очень важны вот эти боковые вещи которые проявляются из которых начинает что-то у нас сплетаться и поэтому для меня всегда очень важно как строится конкретное дыхание аудитории с которой я работаю при том что поднимите руку кто со мной в живую уже работал раз два три четыре кто меня в живую в живую вот так вот а понятно хорошо а кто видел какую-то мою работу на видео в интернете а чуть больше кто вообще меня ни в каком есть люди которые вообще меня видят впервые и тогда вообще очень странно то что вы сюда приходите непонятно на что потратить запланировать себе на воскресенье там 6 часов времени убить непонятно на что это очень странно это знак какой-то вашей такой фундаментальной склонности к авантюризму доверие к слову друга как рекомендация доверяешь человеку уже опираешься на кто-то говорит это будет круто 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 но самое главное это будет и вот когда вот это есть кстати если мы в конце 6 часов как у каждого из вас будет свое абсолютно свое представление о том что здесь было это будет я понять для меня очень важно в какой мере происходит вот этой дефицитации восприятия начиная с того что вот сейчас я чего это говорю чего-то делаю и вот вас это собственная некая картинка происходящего от чего это он делает если сейчас просить вот что я сейчас делаю если я буду спрашивать уже будет куча куча всякого варианта всяких вариантов что я сейчас делаю просто разговариваю еще знакомись еще эмоционально настраиваю еще считывайте информационное поле интересно еще вычислить телепатическим путем а может быть не телепатическим ведь вы же понимаете что я работаю я же смотрю на ваши глаза это не гибать я же очень много чего расчитываю в этот момент мне на самом деле очень важно понять зачем я вам нужен и вот да и очень важно какие-то вещи вас распознают потому что я же не я же прихожу никак или лектор который будет нужно чего-то там вам я ровно ничего не хочу но я надеюсь но я надеюсь что что-то прояснится для меня самого я в конце концов сама смогу для себя ответить на вопрос а зачем если я заранее знаю зачем я хочу дать вам я хочу вам дать методик и так далее и так далее вот здесь я сам себе не я так не работаю а вот если я не знаю и вдруг рождается какое-то что-то вот тогда для меня это вообще философия жизни философия образования настоящего и так далее все остальное это полученное какие-то а вы не видел кого есть как дети процент до пиви он он 6 ок 7 у кого есть дети от шести до восьми от шести до восьми от шести до восьми у кого есть дети от девяти до двенадцати у кого есть дети от тринадцати и выше то есть вот вся палитра на самом деле есть тогда я очень важно а а а я не знаю на какой возраст я сейчас работаю то есть я буду работать и на тот и на другой и на третий на четвертый понемножечку но самое главное не работать на вас вот на пробуждение у вас регион на движение пробуждается вы становитесь достаточно продуктивными взаимодействия так еще раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять четыре двадцать пять однако двадцать пять тогда у нас получается пять групп по пять человек отлично супер мне было очень интересно у нас получится общее количество ну минус молодого человека который оператор он заранее сказал что он в группы не встраивается он занимается другим он занимается такой видеосупервизией за шесть четыре нет нас нет нас сейчас пять на третий молодой человек за камерой он предупредил и мы сейчас начинаем движение движение будет таким но каждый столик этот можно использовать раз два три четыре пять пять столов можно использовать вокруг каждого столика может сформироваться группа один столик оставим на нем будет камера стоять я бы очень хотел итак условия движения постарайтесь чтобы все эти группы были подальше друг от друга и постарайтесь когда вы начнете сейчас соединяться в группы и двигать столы постарайтесь сделать минимум шума так на цепочек я когда с детьми такими штучками не занимаюсь вот а куда вы поставите стол с кем вы сейчас соединитесь это извините пожалуйста вот это движение на ощупь потому что в общем то по большому счету вы все друг друга не знаете по большому счету итак пять минут по пять человек да лучше чтобы узнали лучше соединяться с дальними а не ближними а мы остаемся на месте давайте сядем и рассылать давайте сядем и рассылать итак 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 Ну и вот, понятно, что абсолютно невозможно запрограммировать ту конфигурацию, которая условилась. Мне страшно, что интересно. Интересно, как столы оказались развернуты, они все по-разному. Вот если вид сверху дел, вот этот весь рисунок, он абсолютно, я бы сказал, он уникальный, он не запланированный, но они расставили места заранее. Так, давайте тогда делаем так. Игорь, кто-нибудь еще будет у вас? А, ну вот еще одна, но я не могу ей дозвониться, поэтому не понимаю. А 27 вообще ни на что идут. И одна еще может прийти на 3 часа, ну она как-то... Окей. Нет, ну 9, конечно. Это на самом деле... На 3 погибли еще. На самом деле это люби... Вот присядьте пока вот на какой-нибудь вот сюда на стучек. Присядьте. Это на самом деле... Ага, присядьте пока сюда. Это для меня любимейшая история, когда я работаю с детьми, с большой группой. Когда мы уже поделились, и тут появляется кто-то еще. И здесь две вещи. Или мы говорим, ну кто же присоединяйтесь к нам. Либо мы идем по... Мы же не ищем легких людей. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ну снова все перестари. Какая вы упниця? Но если мы будем снова все переставлять... Внимание, вот что сейчас совершенно классно? Вот я еще раз повторяю. Вот при всем при том, что вы разбросали себя абсолютно вольным образом, вот у меня есть ощущение черт побери я сейчас не буду что нет г так вот у меня есть ощущение гармонизированного пространства вот почему оно возникает мне всегда страшно мы начинаем перемещаться мы ничего заранее не планируем а в то же время есть и ощущение вот какого то а пространство которым процент гармония появляется вот когда мы начинаем создавать вот это упорядочение пространства движение из хаоса во что то это всегда очень круто у нас есть шестой стоп соответственно мы можем сделать шесть групп по четыре и сейчас будет очень трудный выбор вы уже познакомились вы уже сдружились вы уже друг друга увидели вы почувствовали себя чем то единым и вдруг мы играем в некое формальное условие которое состоит следующее условие следующее что сейчас с на с с с с Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сдвигаете столы, две команды по тринадцатой вперед Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы дружим с тобой против Вот это движение, это дружба против, это такая ловушечная Неогломное количество проблем Или допустим, что мы начинаем работать с этими постоянными перетасовками Причем перетасовками, которые, в которых заметили, это не я заполнился, это так случилось, это возможно, возможно, что мы можем, вот сейчас придет еще один человек, и мы еще раз перетасуемся, работая с ее величеством математикам, внимание, ее величеством математикам, разделиться поровну, а если придет, допустим, вы спросите 29 человек, а вот не сможем. В пределах простого числа вот никак на команды не разберется, хоть убейте. И это не за этот человек, а его величество случаев. Вот так случилось. Нас сейчас 26. И мы по-честному делимся на две команды по 13 человек. Обратите внимание, в начале было 4 команды, 5 команд по 5, теперь 2. Вот только за вот в этом процессе перемещений и того, как вы сочиняли пространство, а вы его сочиняли, как расставить столы, кто с кем садится, я пойду или не пойду, начинается активное ваше взаимодействие, знакомство, слышание друг друга. Вот в этом перемещении столов происходит что-то невероятное важное, я понятен. То есть перемещение столов для меня это не средство для чего-то, что будет потом, а это в каком-то смысле и есть суть. И дальше мне будет ужасно интересно, я вот сейчас буду делать как выбрасывание каких-то заданий, и дальше ужасно интересно, как вам удастся в 13 ром начать делать, и получится ли у вас групповое взаимодействие, почувствуете ли вы себя в 13 ром. Вот за таком, это такая пробная, это разминочная совершенная вещь. Итак, я беру свой любимый архикард, с которым кто-то знаком, кто-то не знаком, кто-то видел издали, кто-то играл, кто-то не играл, и задачка номер раз. Итак, задачка номер раз. Я засеку сейчас время, засечь время, это вообще беру. Вообще мы должны учиться у компьютерных игр какие-то вещи. Почему дети с таким азартным играют в компьютерные игры? Там есть некоторые внешние вещи. За какое время я что-то успею сделать? Я соревнуюсь с вами. Я соревнуюсь сам с собой. Я соревнуюсь. Чем это принципиально отличается от школьной ситуации? Итак, вот я даю карточки на этих карточках. Карточка, кто знает, есть модели чисел и есть буквы. Вот такая задачка. За какое-то время, четко фиксированное, ваша задача, у каждой команды, придумать из всех этих карточек, из этих букв, составить, выложить на 100 век, как можно больше самых длинных, или даже, скажем так, для начала, самое длинное слово, которое может придумать команда. Окей? Просто самое длинное. Вот вы их будете перетасовывать, вы будете друг с другом спорить, кто-то будет искать новые варианты, вы начнете обсуждать, а какое же самое длинное, и я даю какое-то определенное время, за которое вы должны попробовать это сделать. При этом мы прекрасно понимаем, что пройдет какое-то время, к нам придет кто-то другой, и команды станут другими. Я понятен? Для меня очень важно, чтобы не происходило вот этого командного залипания друг на друга. Ой, мы уже... Вот когда мы делаем эту перетасовку, причем сами, и здесь вот самое главное будет, когда из момента... Смотрите, вас зовут? А? Евгения. Вот был момент, когда вот сейчас Евгению переместили. Когда Евгения переходила из этой команды, Евгения, вы не были субъектом своего перехода. Потому что вы пошли, вам на самом деле не хотелось вставать и уходить, но вот с этой стороны было несколько человек, которые сказали, переходите к нам, и это пока еще не сформированность вот этого движения. Ну или когда в принципе 14 человек сели, сидят спокойно. Ну а все нормально. Сели, спинь, спинь, а все нормально. То есть дети, на самом деле, гораздо быстрее врубаются вот в эту ситуацию, они начинают очень сильно... Ой, у нас получилось, а у нас не получилось. Вот повторяю, это меня поделяет математика, это космос определяет. Нас 26, окей? Итак, вот две колоды, вот они. Вот я их так разминаю в руках. Все в равных условиях. Все по-честному. Вы будете на эти буковки смотреть, вы будете вот так их перетасовывать, каждый будет про себя что-то промотать, каждый будет выискивать, какой еще вариант возможен, и в какой-то момент этот вариант вы будете продвигать. Ой, а я вижу такое слово. Ой, а может получиться такое слово. Окей? А буквы одинаковые? Да, это абсолютно два одинаковых набора. Стоять чужого. Супер. Вот. Следующий принцип невероятно важный. Вот Оля когда говорит, дайте уже буквы. Вот, понимаете, когда ты нахо... Нет, это очень круто, это невероятно важно. Потому что вот это то, о чем можно только мечтать. Когда вы с одной стороны интригуете, а с другой стороны тормозите, и ребенок говорит, ну наконец-то! Ну когда мы начнем играть? Я про это и говорю. Я говорю про этот момент, а ведь я про это и говорю. Я же не просто бла-бла-бла говорю, я карточки показываю, я чего-то говорю, и вот возникает вот эта пружина, ну наконец-то, мам, пап, ну когда мы начнем заниматься математикой? Разницу чувствуете? Или вы говорите, ну что, Петя, начнем, наконец, заниматься математикой? Естественная ситуация протеста. И совсем другое. Вы чем-то дразните, 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 и доводите ситуацию до такого момента, когда Петя, Маша, Катя, и говорит, пап, ну наконец-то начнем? И тогда папа заканчивает. Но вот как сделать это бла-бла-бла, в котором одновременно была бы вот эта интрига и желание наконец-то начать? Это очень серьезный вопрос. Итак, внимание, вот они. Ну хорошо, для начала могу дать 5 минут. Нет, здесь русские, здесь не видится. Итак, вот они, вот они, вот они. Они вот так движутся, они брезиночках, видите, да? Вот они очень зименькие такие, да? И раз, два. Поехали! Стоп, 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 забыл предупредить, кто-то знает. Существительный глагол... Стоп, стоп, тормозимся, тормоз. Забыл сказать важную вещь. Внимание, стоп, внимание, важная вещь. Слово может быть... Две вещи забыл сказать, невероятно важная. Слово может быть любой частью вещей. В любом склонении. В любом падеже. При этом доказательством. Стоп, стоп, я же попросил стоп. По честному, стоп. Стоп! Так, так, глаза зажмурьте, чтобы не смотреть туда. Так, зажмурьте глаза, по-честному говорю. Зажмурьте и не смотрите, чтобы... Так вот, слово в любом падеже, доказательством того, что у вас есть слово, является придуманное с ним предложение. И я не сказал еще об очень важной вещью. Кроме того, что у вас идет борьба за самое длинное слово, у меня есть особая экспертная позиция, я даю особые бонусы тем, то есть, условно говоря, борьба за самое крутое, самое интересное предложение. Которое с этим словом вы сочиняете. Можно сочинить длиннющее слово, но предложение будет такое. А можно сочинить коротенькое слово, но ООО, какое будет предложение. Предложение записываете. Несколько вариантов, а потом выдвигаете то, которое вам кажется наиболее интересным. Вперед! КОНЕЦ 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 Ревна или девочка? Горорор? Сейчас, Ланя. Выступает? Выступает? Да, это подойдет. Придется. Придется, дождется. Придется. Придется. Представьте, давайте зажигайте. А вот это авто, белая, мото, чего-нибудь вызовы. А вот это авто, белая, мото, чего-нибудь вызовы. Авто, белая, мото, для третьего. Авто, белая. Отлично. А что нет? Девочки. Нет, как раз мы что-нибудь взяли. Кто мне? Севдоэффект. Какой-то с собой деньги. Авто сделала корабле. А что, что? А теперь, предложение надо северную машину? Да. Да. Давай, давай. Скажите. Хорошо, хорошо. А предложение на детей? Нет. 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 Миньки. Так, вы можете предложить. Аплесис. Да. Да. Да, да, да. Так, вы кажется, что, не вы? Да. Миньки. 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 Ну наoc. Это усилия. Ну, вы Домо запишите, а мы сейчас еще... Миньки. Что в нашем собрании? Ваша задача внимания не забудьте ни слова составить, а предложение. Предложение должно быть записано. Предложение должно быть записано. Время закончилось. Даю еще 20 секунд. Ответа. 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 Все по-честному. Стоп. Что написано, то и написано. Мне листочек ваш, где написано слово. И мне... Не слово, а предложение. Что записано? Все, стоп. Так, друзья мои, стоп. Так, друзья, ну мы же экспериментируем. Я беру только то. Стоп, стоп. Все, все, все. Внимание. Так. Жизнь на этом не закончилась. Она только... Я озвучила наше предложение. Хорошо. Я его сейчас озвучу. Стоп. Хорошо. Итак. Вот пока есть то, что сделано. То, что получилось. Мы попробуем. Вот получилось два предложения. Ненаписанное. Безусловно, мог быть более интересно. Но я же делаю эту пробку. Потому, что сейчас. Мы начинаем. Итак. БеревAR. Я, я умручил. Итак. Предложение. Мазывание команды. Ть-ду-дь-дь-дь-дь-дь-дь-дь-дь. Господи. Сейчас я назначу. Так, делайте его больше нечего, название команды. Так, все. Итак, предложение, которое здесь написано. Диват российскому кораблестроению. А? Вы подслушали чего-то. Значит, если вы это слушали. Диват российскому кораблестроению. Три слова, ну как-то так. А, кстати, первое, что я хочу сказать. Вот по уровню взаимодействия. В общем, классно было и там, и там. Количество улыбок, и количество энергии. Вообще, это самое главное. Насколько коммуникация начинает строиться. Насколько она живет. Диват российскому кораблестроению. Ну, хорошо. А здесь? А! А! А вот, внимание. Я в данном случае выступаю как эксперт. Эксперт – это абсолютно субъективная позиция. Но я, безусловно, что-то должен эмоционально как минимум озвучить. И вы уже по моей эмоции услышали, что на меня вот этот текст произвел впечатление. Заметьте, текст. Потому что количество букв – это уже следующая история. Псевдоэлектрозажигание – это итог нашего творческого собрания. Мило, славно, неожиданно, парадоксально. Пока! На первом этапе. А, чай. Подождите, сказали, что можно чай? Чай можно, да. Заметьте, я ничего не сказал. Я не сказал, приключите, пожалуйста, чай. Это не ясно. Я просто… Вы на меня расшифровывали. Вы примериваетесь ко мне? Трактуем. О, вы меня трактуете. Ну, наконец-то, мы на взаимопередовали. Извините, у нас как зовут? Оля. А, а мы уже чайник подгоняем. С кем не стоит. Ну, после таких, которые вы видите, с мамой, что вы… Ну, зачем вы поддаете? А? Зачем вы поддаете? Надо сделать все нормально. Почему? Рульский, пожалуйста, будьте сруны. Ну, да, вопрос это заключается от журналистов. Никогда не знаешь, что такое нормально. Все, вы доверите. Чай-чай-чай. Чай-чай-чай. Нам что-то мешают чайник? Все, что-то мешают чайник. Пошли, Джорджи, обратно. Можно у него? И не будет обед. И не будет обед. Всё. Как будто бы сами. Отлично, поехали. Итак, слово. Что дальше? Буква. Дальше. 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 Да. Ага. 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 Ищи. Ага. Кто сказал Е? Я сказала Е. Вы сказали Е. Вы сказали Е. Ага. 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 Мы работаем в режиме догадывания, как и любой нормальный ребенок. Не все нужно объяснять. Прочаянник, догадывание, что это было. Давайте у всех свои интерпретации. Вы можете кидать меня гнилыми помидорами. Вы можете топить ногами. Вы можете спрашивать меня, а почему это вам чайник мешает? А я не знаю, мешает или нет. Вы просто смотрите, я не знаю. Я отпускаю себя на свободу. Есть какие-то вещи, которые почему-то оказываются существенными. Мне же очень важно создать. Потом не надо меня спрашивать, за счет чего создается энергетика. Почему дети слышны? Почему? Громче. Я говорю, когда, например, я думаю, что я на свободу очень трудно это потом. Да, конечно. Ну, да. Тяжело гармонию найти. А вы понимаете? Прекрасно. А вы понимаете, что я при этом работаю очень авторитарно? Да. Вы чувствуете, что я страшно? Конечно, вы расподавляетесь. Я гига авторитарен. При этом почему-то внутри этой авторитарности вы успеваете улыбаться. Ваши ощущения, они постоянно в течение дня или нет? Второй раз чайник может не привезти туда. Не знаю. Откуда ж я могу это знать? Итак, поехали дальше. Мы уже перешли. Уже гораздо более важная вещь. Так, Сабина. Обратите внимание. Она диктовала и сказала кораблестроение. Услышали это? Да. Я никак не комментирую. Я просто обратил на это внимание. Окей? Вообще комментировать надо меньше, когда вы работаете с детьми. Вы же понимаете, я сейчас тоже самое время моделирую ситуацию с детьми. Вот как только мы начинаем фиксировать. Сабиночка, ты не услышала. Предложение было вивать российскому... А я сейчас задаю вопрос. А Сабина услышала, удержала. Сабиночка, которой 6 лет, удержала само предложение. Ведь не просто же слово, а было виват российскому кораблестроению. Здесь было все просто. Ну понятно, что если бы Сабине было 5 лет, она гораздо больше бы сделала сейчас ошибку. Ну а, слава богу, Сабина умудрилась все-таки в конце сделать ошибку. Я понятен? Потому что слово это было... Внимание, друзья мои. Слово не существует вне предложения. Это понятно? Одна из фундаментальных обманок, с которых начинается нахо образование. Мы учим детей, что слова существуют сами по себе. Это неправда. Слово существует только в тексте. Только в предложении. И в речи. Ну разумеется. Оно существует внутри чем. Само по себе слово никогда не существует. Оно в контексте, оно в эмоциональном посыле, да? А если оно играет в предложение в одно слово? Может быть. А предложение в одно слово в речи. Конечно. Когда я выхожу на плотинку и говорю кораблестроение, ё-ка-ра-с-а-тэ. Вот. Ну два получилось. Ну хорошо. Кораблестроение. Ну да, но тут нужен контекст. Вне контекста слово все равно не бывает. Окей? Так вот. Естественно, что в данном случае е. Чем, кстати, вот это еще очень важно, любые падежи? Слышание падежа. Слышание то, как слова друг с другом взаимодействуют. Это одна из ключевых вещей в освоении русского языка. Обо что иностранцы ломаются со страшной силой. Наши дети тоже ломаются со страшной силой. И вот, чтобы услышать вот это ю-а-ми-е, требуется очень много чего сделать. Окей. Следующее слово. Следующее слово. Где-где-где-где? Вот оно следует. Так. Это ваше. Так. Внимание! Диктуем. Первое. П. С. Е. В. В. О. Э. 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 Громче. Вслух? О. Так. Надеюсь, вы не подсматриваете? Нет. А что вы туда? О. Ага. З. Вот здесь. Что? Ага. Нет, ну можно вслух. Я говорю, буквы Д нету здесь. Да, да. Что дальше? З. А вы можете разворачиваться и смотреть на доску. З. Вот те, кто сидят вот здесь, вот если бы вы смотрели на доску, было бы гораздо правильнее, Наташа. Нет, есть. Наташа, мы сейчас с доской работаем. Посмотри, посмотрим. Электро. Да, да, да. Что дальше? З. А. Ж. Э. 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 Ага. Так, вот теперь я вот так спиной загораживаю. И не смотрите туда, я все это спрятал. Скажите, пожалуйста, в каком слове и на сколько букв больше? В каком слове и на сколько букв больше? На 5. На 5. Еще варианты. На 6. На 9. На 6. Еще. На 7. Еще. Запомнили свои варианты? На 12. На 12. Запомнили свои варианты? Нет, по-настоящему, по-честному варианту. Я предлагаю, хорошо, вслух не высказывайте, все придумайте свой вариант. А теперь я открываю доску и считаю, насколько каждый из вас ошибся. На 9. Все по-честному. Только считайте по-честному. На 10. 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 Кому удалось угадать точно? Супер. Хорошие умницы. Так, ну и можем проверить. проверить. С соответствует чему? Т. Это Е. Р. Это К. О. Это Т. Е. Это Р. Это Р. Это Р. Это О. И. Это З. И. Ю. Это А. У нас совершенно верно получилось, да? Ну и график построили. некоторые. А вот я даю некоторую элементарную, банальнейшую схему работы вроде бы, но дьявол в детали. Обратите внимание, когда я работаю с вами, какое значение имеет пауза. Вообще гигантская беда, гигантская ошибка нас в взаимодействии с детьми, мы слишком много говорим. Мы слишком много объясняем. Как довести ситуацию до того, чтобы было действие, в котором я... Понятно, что я для вас комментирую. Если я ребенку начал вот это все комментировать, философствовать, он бы ушел тут же. Но как задать такое действие, в котором все было бы очевидно? Вот, просто. Я даю такой ход, я дописал два слова. Здесь у нас возникла проблема... Падежа. Совершенно верно. Умница. Но я же не говорю слово падежа. Мы просто слышим. Карибистояние, карибистояние. Я все это подчеркнул. Я несколько раз эту букву обвел. Я на этом зафиксировал внимание. На том, что слово в этом предложении, оно почему-то имеет немножко другую форму. Дальше. Я спрятал. Я написал. Я спрятал. Догадайся ваши варианты. Петя, Маша, Катер. Пожалуйста, твой вариант, а потом самосчитай. Мне вообще очень важно вывести ребенка в режим самоуправления. Не чтобы я им управлял как педагог. Я просто даю технологии, которые позволяют ему самоуправлять. Можешь ли ты догадаться, насколько одно слово больше и больше? Можешь ли ты это выстроить у себя в голове? А можешь ты это проверить? Вот я дал некую схему проверки, когда я буквы соединил. И стало очевидно. Вот эти буквы стали очевидными. Они, их на 7 больше. Ну и кроме того, правда заключается в том, что чисто эстетически у меня предложение. Где предложение? Вот он. Еще раз. Псевдоэлектрозажигание – это итог нашего творческого собрания. Любопытно. Замечательно. Окей. Но это только начало работы. Это самое-самое начало. Потому что сейчас я предлагаю снова смешать все карты. Вот снова их перемешать. Так, стоп. Есть вопрос. Есть на ребенок. Тут у меня дети как раз совершают пять ошибок в таком слове. Какая ваша реакция? Я спрашиваю. Хорошо. Диктуйте место. Окей. Давайте сейчас попробуем сделать эксперимент. Посмотрим, какая моя реакция. Ну, во-первых, реакция всегда она индивидуальна. Зависит от интонации, зависит от человека, ну, например. Ну, давайте. Диктуйте мне, пожалуйста, я попрошу вас. Ну, первое, что мне приходит в голову. Хорошо. Ладно, дайте какое-то слово. Какое-то сложное слово, дай вас, люди. Электрификация. 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 Нет, я еще раз спрашиваю. Я же, понимаем, Людмила мне диктует. Еще раз. Ну, вы успеваете слышать вопросы, я уже работаю с вопросом. Вот Людмила говорит, и электрификация. Я говорю, нет. Электрификация. А? Э. Ну, вы слишком быстро сдались, давайте еще какую-то ошибку. Нет, у других вариантов нет? Нет. Так, я работаю с… был задан вопрос, что делать если ребенок, как вы поступаете. Ну, например, вот так. Окей. Дальше. Электрификация. Т. Угу. Правильно. Угу. И. Электрификация. Правильно? Е. Что? Е. Ну, ладно. Сложно. И. Браво. Браво. Третий браво. Обратите внимание. Вы слышите, Маги? Третий браво. Почему я говорю, третий браво? Третий раз? Третий раз. Третий раз человек себя легко исправляет в правильную… Вообще сразу написать правильно и исправить себя это два разных усилия. Потому что исправление – это всегда опыт травматический. И поэтому я говорю, браво вам в данном случае, поэтому браво, супер, супер, да. И тогда вы же понимаете, что вот эта ошибка, которую я исправил, которая в этот момент, в момент исправления, поддерживается моей реакцией. Браво, ты справился, ты справилась. Людочка, ты умница, ты молодчина, супер. Это очень трудно, но ты это сделала со второй попыток. Молодец. Потому что, ну, или с автоя, или с первой, или с ты. Ну, вот просто написать грамотно. Большого ума не надо. А вот увидеть здесь орфографическую трудность, а потом ее преодолеть, экспериментально. Это очень круто. А если ребенок сам написал слово? А? А если ребенок сам написал слово, уже с ошибками. Вот, а. Ну, если написал. Не дописывает. Хорошо. Е-ка-це-я. Отлично. Следующий вариант. Электрификация, написал ребенок, допустим. Ну, вариантов огромное количество. Опять же, зависит от глаз и так далее. Первый вариант самый простой. Самый, точнее, самый сложный. И они говорили так. В том, что ты написал, есть две ошибки. Найди ее. Найди ее. Ребенок говорит. Найди места, где твоя первая. Где находятся ошибки. Он говорит здесь. Здесь. Он начинает гадать. У ты. Хорошо, он начинает гадать. Ура. Ура, ребята. Ты нашел место. Так, отлично. Согласен. Здесь есть ошибка. Дальше спрашивают. Что здесь должно быть, пожалуйста? Он. А, говорит он... И. Электрификация. А, вот я еще делаю обязательно. Он говорит, а. Электрифакация. Так, продвинутый подросток, конечно, по этому поводу слизвит и скажет, какое крутое слово получилось. хорошо электрофы говорит он он говорит не знаю не знаю ну думаю еще еще какие есть варианты бери алфавит и все перейдем у виктор фу кассе нет не говорится фу кассе все это фу кассе обратите внимание я обязательно это слово проговаривают слух я его говорю электрофя касса нет говорю я и причем вы понимаете что это превращается в некую такую живую очень игру мы начинаем про мы начинаем прощупывать вот это слово мы вот эти варианты прощупить ну давайте дальше дальше электрофокация электрофокация нет ну электрофекация нет больше уже ничего не остается вы меня загнули в угол электрофекация нет браво да а вот теперь вопрос серьезный вопрос почему у меня такой вот именно сейчас почему такой дикий восторг и почему сейчас браво нет я никогда не делаю чтобы я что-то делаю потому что мне на самом деле в восторге знаете почему ну гипотезы это все закончилось нет нет ладно да браво и браво ира не развернулась не сдалась она продолжала упорно давать варианты она семь вариантов дала и не сдалась и наконец нащупала правильный а если он сдастся все то есть если у него такая фундаментальная неуверенность в себе это значит мы что-то неправильно делаем потому что если я его поддерживаю вот в этой победе над собой если я понимаю если и вы понимаете что главное не так называемый формальный школьный результат а главная победа которая ребенок одерживает над своим страхом над своей неуверенностью в себе вот если он это совершает это самое грандиозное и заметьте мой эмоциональный всплеск по отношению кири был в пять раз больше чем всплеск по поводу это вообще очень одна из очень странных вещей с которыми приходится сталкивать сталкиваться и родители это очень сильно удивляются удивляются в школе обычно стандарт заключается в том что ты молодец когда ты все правильно сделала у меня в практике и вообще когда я работаю с трудными людьми с тяжелыми с протестующими я разворачиваю систему всегда вот в эту сторону ты молодец тогда когда ты преодолел себя преодолел страх преодолел неуверенность сирочка раз два три четыре пять шесть шесть попыток было и ты не сдал и ты не сдалась ты пробилась правильного варианта вот что круто и правда заключается в том что это универсальный принцип спасибо большое что же не было первое вопрос по методике когда мы разбирали первый случай вы очень сильно хвалили за исправление ошибок а похвала это сильный стимул не всегда иногда она денавируется мне еще очень важно чтобы похвала вот извините пожалуйста вот женя сразу комментарии я не хвалиру я на самом деле радовался хорошо но на самом деле это разные вещи потому что секунду вот я сейчас просто задаю удержите свой вопрос дело в том что похвала это на самом деле очень-очень большая ловушка дети очень быстро начинают понимать расшифровывать что их хвалят их хвалят для того что похвала это инструмент манипуляции и это самая страшная вещь потому что если похвала это инструмент манипуляции все образовательная депрессия в конечном счете это все какая-то такая игра а если я не хвалю чтобы простимулировать а по-настоящему радуюсь я должен совершать интепритационные усилия я же я на самом деле должен понять почему мне вдруг то что сделала Ира так безумно понравилось все по-честному это не похвала это на самом деле искренняя настоящая радость я же вам объяснил я в данный момент не вру что когда Ира сделала потому что честно говоря я кроме всего прочего почему так искренне обрадовался я правда благодарен Ире за то что она взяла вот этот курс и упорно вспоминала все гласные русского алфавита и упорно давала все возможные варианты и только в самом-самом конце ну когда уже все оказалось ситуация безвыходной она выдала Ире и вот эта игра на которую пошла Ира для меня тоже очень-очень важна у ребенка это может быть не игра а настоящая а может быть внимание и игра потому что когда ребенок видит эту историю он в какой-то момент начинает просто действительно делать абсолютно то же самое что делает Ира и вдруг слово в этот момент начинает оживать ведь это же было безумно интересно когда мы постоянно электрифакация фюкация фиакация фокация и так далее и так далее и так далее и вот в этот момент возникало какая-то очень возникало какое-то очень важное чувство слова а пробудить вот это чувство слова невероятно важно вообще не с детьми извините ради Бога продолжайте соответственно вы искренне рады тем более более еще мощный стимул чем похвала именно тому что Людмила исправляла свои ошибки и вот представим что есть группа детей это реально какой-либо случай не мотивируем ли мы остальных делать ошибки потому что застужить похвалу учителя вы еще произнесли очень важные слова что-то типа много труда не надо чтобы написать правила правильно каждый дурак может соответственно если я вот сижу и мне тоже очень хочется чтобы вы меня похвалили я тут еще раз выйду и сделаю ошибку с лицами а вот смотрите во первых я только что об этом говорил вот Ира же тоже делала специально а вы понимаете что когда Ира делала специальную ошибку это одновременно был инструмент исследования слова просто я принял это условие и я каждое это слово исправно проговаривал повторял мы очень часто прожили жизнь в русском языке в школе но мы на самом деле не почувствовали вот этой энергетики слова а когда мы слышим что когда ну друзья мои вот давайте посерьезно вот на самом деле по большому счету ошибок не бывает есть превращение слова во что-то другое ведь не случайно были там еще вот такие моменты электрофакация говорю я и мы понимаем что в этом слове с одной стороны есть акация с другой стороны есть не совсем приличное слово которое звучит для кого-то в этот момент и мы понимаем что это может быть хорошо и когда вдруг ребенок когда ребенок начинает слова разминать он начинает играть в литерацию он начинает играть в разные звучания он вдруг начинает обнаруживать что из слова может ну естественно прорастать совсем другое слово и тогда это становится не просто тупым выучиванием правил а неким феерическим открытием разрушением языка оказывается ну это же одна из самых волшебных вещей в языке когда мы говорим ты сделал ошибку это разрушение языка ты написал другую букву у тебя появилось слово совсем с другим смыслом или у тебя появилось слово ну например вот классическая вещь я написал это слово и кто мне попытается объяснить если вы маленькие дети или взрослые дети вот кто мне скажет что это за слово что оно обозначает что у меня вопрос что у меня вопрос у него скажет это мучащие животные на поляне я говорю стоп нет чтите внимания друзья мои коллеги я скажу нет мучащие животные на поляне записывается вот так а вот что может означать слово корова Не знаю, что-то каркающее, да, коровы я здесь вообще не вижу Потому что, чтобы появилась корова, мне нужно, чтобы появился коров А здесь кар-о-ва Может быть Кар-о-ва Здорово на Воронье А? Здорово на Воронье Да Кар-о-ва Это какой-то каркающий о-ва Или, например, кар-о-ва Это когда в-о-ва начинает каркать Или это может быть еще Вот, понимаете, я начинаю вот в это всматриваться, и я понимаю в этот момент, что происходит вот это бесконечное волшебство Еще варианты, что может означать слово корова А? А? Про смысл думаете? Что еще может быть? А если здесь спрятано слово? А, машина Как машина Да Если это у нас перевод, условно говоря Мы понимаем, что это не что-то связанное с движением машины И мы точно понимаем, что если мы берем корень английский и добавляем суффикс русский Мы получаем опять же какой-то неологизм Так вот, вы скажете, что за глупость Вместо того, чтобы взять и исправить ошибку И просто запомню на всю жизнь слово корова пишется Друзья, вопрос не в том, что корова пишется Просто мы написали другое слово И когда ребенок понимает, что он всякий раз пишет другое слово И мы можем думать, понимая, что от этого смысл слова меняется Здесь в принципе меняется угол зрения на язык А ошибка перестает быть тем, что мы забиваем в голову ребенка, как гвозди Но самое главное, друзья мои Нам самим в этот момент становится интересно Потому что мы вдруг обнаруживаем, что язык это гораздо более интересная штука, чем нам объясняли в школе Можно вопрос? У меня как раз только у головы было в голове Поняла, что она прошла Да, с каким возрастом это вообще актуально? Потому что я знаю, что она на 6 лет И она пошла где-то на галочки сказала, что она написала Написала Для нее другое счастье, что она вот так взяла Написала, приходит мне показывать Я вижу, например, как в школе, как в школе, как в школе, как в школе, как в школе Вот если мне смысл в этом возрасте обращать на это внимание Смотрите, это не вопрос Друзья мои Не понижать градусы для личного счастья ребенка, который справился вообще сейчас Так это слава богу, что это личное счастье Но если к этому личному счастью Есть технические, все зависит от психологии, от каких-то ваших контактов Возможно просто простое сказать Супер круто, но здесь одна ошибка, которую мы можем исправить Я же не знаю, в каком состоянии ребенок находится Если это становится красивой игрой Ребенок, кроме всего прочего, будет с удовольствием заниматься вот этим поиском каких-то вещей Конечно, шестилеткой они будут обсуждать вот эти корневые штуковины Но просто, так сказать, между прочим Такое может случиться Это не гарантия, что случится Но может случиться, что я скажу Слушай, у тебя в этом слове пять ошибок Сможешь исправить хотя бы одну? Найти место хотя бы одной? Ну, условно говоря, написал В каком месте есть что-нибудь Ну или когда мы Ну да, да, да Я просто говорю Ну вот так получилось В этом слове Слушай, ты гидеально сделал И в этом слове у тебя нет ни одной буквы Совпадающей с тем, как Думай, какие здесь буквы могут быть Ну хотя бы одну И он начинает опять же Ты можешь взять алфавит и смотреть Что здесь может быть еще? И в этот момент он начинает вслушиваться Что может быть Я перевожу его из знания его формата В деятельность Мы можем много-много говорить Бла-бла-бла про деятельность Но вот именно тогда, когда я начинаю экспериментировать У меня начинается деятельность И для начала я могу задавать вопрос Ну хорошо, называй, как, на твой взгляд Какие здесь могут быть буквы? Он говорит О! Нет, я уже, нет, здесь нет буквы Вот ни одной из этих букв в этом слове нет В записи этого слова Потому что буква это такая Такой инструментик для записи Принято записывать это слово еще другим образом А как же его принято записывать? Ищи, придумывай И в какой-то момент он говорит Фактически это превращается вот в такую загадку Я могу сделать так Я могу сказать Это слово, в котором три буквы Пожалуйста Какие есть варианты? И он говорит, например Е! Ура! Есть такая буква? А куда ты ее поставишь? Ну опять же, это зависит Или вы сразу можете написать Есть такая буква? Где она? Как ты думаешь Какую из этих трех позиций занимает буква? Он говорит Ух ты, е! Придумывает еще какое-то Но самое главное Это превращается в некий такой квест Некий игровой квест Я же с самого начала Не случайно вам сказал Ребята Давайте учиться компьютерной химии Почему все дети с таким азартом Заходите, заходите Нет, ну все Я не знаю Хорошая, спасибо Почему дети с таким азартом Подсаживаются на компьютерные игры? Там все время есть вот такие штуковиды Но мы можем тот же язык в это превратить Потому что для этого не нужно какие-то Вот чтобы вот это стало интересным Не нужно каких-то хрюндиков рисовать Это само по себе Я просто, я вдруг разложил Но я тебе сказал Вот, я могу сказать, что у тебя здесь пять ошибок А могу превратить это в игру Просто здесь надо в какой-то момент тормознуться Не торопиться Не надо никуда торопиться Потому что на одном слове мы вообще можем в сторону Если мы куда-то торопимся Мы заведомо создаем ситуацию отторжения А здесь вот, поэтапка Какие еще здесь буквы есть? ЗО ЗО Где? На какой позиции? Как вы думаете? Отлично, умница Еще? Что еще? Ш Ш Нет, за и буквы Ш нету Ш Ш Ш Браво 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 Все, замечательно Все получилось Великолепно Обратите внимание Я сейчас говорил про Браво за правильное влияние То есть, понимаете, это все подвижно Вот здесь Женя употребила одно слово Мною страшно-страшно нелюбимое Оно ловушечное Догадайте с какой-нибудь Нет Методика Конечно В чем ужас любой методики? Она предлагает некую последовательность действий Ту или иную Которая вас заведомо приведет к какому-то успешному Так вам кажется, результату А для меня очень важно, что то, что делаю я Это вообще вот этими методическими сценариями не описывается И когда вы спрашиваете, а как делать в такой ситуации? Не знаю Может быть так, а может быть и так Вся каждая ситуация, она на самом деле открытая В ней нет методических инструкций Но я могу предлагать технологические ходы Здесь очень важно поймать сам вот этот принцип торможения Я не тороплюсь и исправлять это исчет Я понимаю, что исчет это вызов Моему педагогическому креативу Да есть он у вас Потому что, извините, сделать переход от этого исчет К тому, чтобы просто дорисовать вот такие линеечки Это можно Это можно придумать Просто надо понимать, что здесь нет инструктивного пути Ребят, освободите себя Освободите вот эту свою способность Самое главное удержать этот принцип торможения Не надо никуда бежать Мы застряли на каком-то месте Мы целых полчаса играли со словом «Еще» Через это мы построили то игольное ушко Через которое ребенок вообще почувствовал феномен языка Письменной речи Да? И домашние задания сделать не успели Еще раз Когда вы научились делать такие торможения Вы через это Вы через это закладываете фундамент Для того, чтобы ребенок научался самостоятельно делать домашние задания Вот самое простое Возвращаемся к самому началу нашей встречи Самое простое Это когда я могу сказать Так Вот вы будете одной командой Вы будете одной Сюда поставим Стал и так Сюда поставим так Я вместо этого делаю что-то совершенно другое Вы сначала так поставили Потом появился еще один человек Так поставили И любой может подойти А не проще ли было бы Не терять на это время И вы понимаете, что уже вот в этой фразе катастрофа Потому что вы уже поняли Что вот этот момент перестановки собственной авторской Это и было самое крутое приобретение времени Что именно вот в этой деятельности По формированию столов так или и так И совершалось Что это не средство для чего-то Это сама суть А вот в чем штука-то А это все какие-то поводы А мы про что-то другое И вот этот риск, с которым я начинаю тормозиться на этом Почему-то это еще, это корова Это какое-то там Еще это непонятное слово Но мы вот в этой точке можем поймать суть Это дает некую принципиальную стратегию Что делать с ошибкой, да? Я хотел, пока вы не стерни Про эту электрификацию Про еще все понятно Электро Можно вот сюда докрутить Ваши идеи с придумыванием прикольных предложений Дети любят, обожают Закрепить правильное написание Допустим, придумать предложение типа там Голодные буквы Е хотят еще и живи Ну, вот Е как-то зафиксировали Чтобы это не попало к ним Вот, смотрите Давайте так вот Как вы это во что-то превращается Это ради бога Но самое главное, что здесь это было придумано Самое главное, чтобы вы не эти голодные буквы Е хотят еще и живи Я не знаю, это вы сейчас придумали Я имею в виду, что как нам вот этот вопрос был Все-таки правильное написание Когда мы играем с словами с дырками Да, там надо вставлять вот эти правильные буквы Потом у ребенка где-то у особого детей бывает перепуталось И они опять начинают... У них перепутывание происходит в любом случае Делаете вы так или не делаете? То есть вот эта история про то, что якобы Если вы даете им однозначный норматив Они в этом плане будут правильными А если вы занимаетесь игрой, у них перепутывают Когда они перепутывают, они тоже экспериментируют Самое главное, услышать то, что в этом случае появляется что-то другое Еще они хотя бы думают сами А здесь это четко перебором действует И как они запомнят, что здесь именно игру А кто вам сказал, что задача заключается в том, чтобы запомнить? Главное, что вы думаете Переходите в цельевой формат Вы думаете, что я вам даю средства для освоения орфографии Еще раз, медленно повторяю то, что я уже сказал Я говорю о том, что позволяет ребенку начать самостоятельно исследовать язык Мне самое главное запустить драйв исследования И это для меня в 150 тысяч раз важнее запоминание того, где какая буква У меня есть среди моих знакомых совершенно гениальные дислексики Абсолютно гениальные Вы знаете, что есть куча гениальных дислексиков Был, например, дислексиком абсолютно, например, у Инстон Черчилль Дислексика это кто-то, кто-то словами? Да, он не удерживает на самом деле вот это, конечно, конечно У меня, например, одна замечательная журналистка Она же психолог Я когда впервые с ней работал в одной редакции Когда мы работали какое-то время В первом сентябре там школьное отделу сговорил И я был тогда просто ошарашен Вот когда она от руки пишет какой-то текст Она на листе делает где-то порядка 10-12 ошибок Таких классических Я спрашиваю, слушай, ты как вообще журфак закончила? Ну, когда я могу сосредоточиться А так для нее вот это поле размыто Ну, люди организованы по-разному И в том числе человек Ну, или, например, классика жанра Был такой писатель, довольно известный в советское время Время Евгений Носов Может быть, кто-нибудь про него слышал Довольно такой качественный, известный И правда заключается в том, что когда он поступал в битвы институт Он во вступительном сочинении сделал 46 ошибок Человек, у которого письмо является Его взяли из интереса Его взяли Его взяли по другим основаниям То есть, надо понимать, что есть люди Мой любимейший Женя Матусов Профессор Дилаверского института университета Филадельфия Тоже типичный дислексик И для него совершать там кучу ошибок в слове, вот в английском Это вообще норма жизни У него всегда это была проблема Что не мешает ему быть великолепным мыслителем Великолепные книжки писать и на английском, и на русском языке Ну, понимаете, вот есть такие вещи И как раз вот для дислексика быть исследователем слова Это гораздо важнее, чем запоминать вот эту графическую форму Графическая форма всегда будет распадаться А вот исследовательский вот этот азарт Он нет И вот этот исследовательский азарт может быть такой поддержкой Но я повторяю, для меня задачка не грамотность освоить формальную А главная задача Научиться получать кайф От встречи с людьми Это важнее, чем формальная грамотность Ну, это для нас лично, правильно? А вот мы пришли маму, у которых разные дети И сейчас есть мой ребенок именно такой, о котором мы сейчас расскажем И ему надо уместиться в рамках образования Которое, честно говоря, до сих пор нет Методики, как и они, как официального удерживания Дислексии и дисграфии Да, понятно И у меня, честно говоря, вот такого шоу не получится Потому что девочка делает, по нему шло и три ошибки Не получится, потому что я у нас шоу Не знаю, я не знаю От какого шоу Так, внимание Обратите внимание, я перед вами не пряжу И я вам ничего не... Вот еще раз, медленно и назад Только в том случае, если мне удается запустить Собственную деятельность в ребенке И у меня нет задачи показывать вам шоу Поэтому я так часто делаю паузу и говорю Вы сами думаете, это ладно Я не занимаюсь тем, что я вас развлекаю Я никогда ребенка не развлекаю Никогда Я все время даю ему задачи Довольно сложно Вот сейчас я не занимался развлечением Но поставить технически грамотно задачу Вот если угодно Вот это технически грамотная постановка задачи В которой ребенок начинает проходить Какие-то совершенно квестовые свои опыты Я его не развлекаю Я добавляю еще уровень сложности Я добавляю еще уровень сложности Я работаю не с улыбочками Не с поглаживанием Когда вот вы показали сейчас Вот и сделали вот этот жест Я уже устала перед ней цирк делать Вот это самая катастрофическая педагогика Которую можно во себе вообразить Это когда учитель выходит перед детьми И начинает перед ними танцевать Показывать фокусы И всячески их вовлекать Я когда работаю с детьми Я никогда никого не развлекаю Равно как у вас Вот обратите внимание Если даже мы берем первые полтора часа нашей работы То за эти полтора часа Я вас таким количеством задачек нагрузил Вот просто вернитесь назад И поймите пожалуйста Я все время предлагаю вам что-то без объяснения И это вы было уже очень А почему он это делает так? А почему он смотрит на этот чайник? А почему он Понятное? Извините пожалуйста В результате у вас начинает работать мозги Я говорю Расшифровывайте сами Я вам ничего объяснять не собираюсь И вот это количество загадок Которые я вам успел дать Огромно Вот вы будете потом второй раз просматривать видео И вы увидите огромное количество Огромно 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 И вы сами будете про это думать Вот ввести вас в состояние Когда вы начинаете думать А не просите от меня Ответа на вопрос Вот это самая важная вещь Да? И кстати И вот как раз у таких детей Это начинает срабатывать Когда вы Как мама И учитель у него в классе Выходит из цифрового Из цифрового залога Почти двенадцать Почти двенадцать Так вот выйти из цифрового залога Это невероятно важно Но это конечно Психологическое сопровождение В том числе и родителей И учителя И учителю И родителю В этой ситуации Но у фрукта Своё две из цифрования Не только Естественно Что такого рода ребёнок Он делает какую-то Очень важную провокацию Нашему опять же Педагогическому креативу Педагогическое Внимание Педагогика Это никогда не развлечение Когда я говорю Активизация Педагогического креатива Это вовсе Не создать Некое дополнительное шоу Шоу в педагогике Для меня вещь Совершенно неинтересное Шоу Цирк Театр какой-то Развлечь Для меня интересно Как ввести ребёнка В деятельностный режим Вот возвращаясь К той метафоре Которой в самом начале Я заметил Это именно метафора Поэтому я от ней буду возвращаться Путешествие в музей Помните, как я говорю? Измените, пожалуйста Вот я чуть-чуть уточняю Для тех Кто с этой практикой не знаком Вот группа детей 15 человек Мы приходим в музей В какой-то зал Первое, что я говорю Ну, например, как пример Это может быть Совершенно иначе построено Ну, как вариант Я говорю Так, сколько вас? 15? Ну, сколько будем делать? Спрашиваю я 3 по 5 или 5 по 3? Не я решаю 5 по 3 или 3 по 5? 3 по 5 Ну, давайте 3 по 5 Окей, хорошо Но предупреждаю Впятером Будет труднее Готовы? Окей Прекрасно Вот наш зал Я даю вам 4 минуты 30 секунд Я даю мне 5 минуты Я говорю 4 минуты 30 секунд Окей Услышали? Готовы? Я не объясняю почему Я вам сразу сказал Я авторитарий Я не улыбаюсь Дети, посмотрите, как здорово Слушайте, вот зал Вот вас Сделали группу Окей 4 минуты 30 секунд Через 3 4 минуты 30 секунд Я вас буду здесь ждать Впятером Бегаете по залу И ищите Ищите что-то в нем Что Покажется вам Почему-то интересным И задачка заключается в том Чтобы вы нашли такое интересное Что не найдет Никакая другая команда Абсолютно размытая боль И они говорят Дети, найдите здесь Великое произведение Всех времен ненародов Найдите что-нибудь Это может быть Наркардин Это будет Это не важно Минимум слов Окей Время Так, ребят Осталось 30 секунд Осталось 20 секунд Все, возвращаемся То, что нашел И ведете экскурсию По найденным местам И дальше смотрим Есть пересекут Если дети уже Большего возраста Фиксация может быть На бумаге Что вы нашли Предложение обязательно Успеть написать Это нашли Это хорошо 5 штук не нашли 3 нашли Хорошо Одну штуку нашли Хорошо Теперь ведем на экскурсию И следующий вариант Группа подходит В какой-то угол Ну что, ребят Другие Как вы думаете Что здесь найдено Начинается перечисление Что здесь найдено Из важного Извините Ну да Что вы Прокупсловно Ну да Вот эта группа Я спрашиваю Ну что, ребята Как вы думаете Что здесь Эта группа нашла Смотрите Вот знаете Вот есть такая Китайская игрушка Даже не китайская Она из мира Она в культуре Очень важная Вы берете Вот какое-то Что вы видите Внутри шара Костяного Другой шар А шар цельный Он вырезан из кости Но там внутри Другой шар Вырезан из кости А внутри того шара Еще один Когда ты на это думаешь Как это вообще Не умудрились А она не склеена Она цельная Так вот У меня вся моя система Строится вот в этих Встроенных друг в друга задачах Вы думали Что задача поставлена Просто в том Чтобы найти Нет Вот мы подходим Строим Другой Более сложный Уровень коммуникации Кто находит Может быть это Может быть это Может быть это И кто-то вдруг угадывает А может быть они вот это Команда говорит Да ура Нашли с пятой попытки Идем в следующий угол А вы что нашли Идем в этот угол Ну вот здесь что-то нашли И дети начинают перегирать Вы скажете Но это же все Очень много времени занимает Вместо того Чтобы наслаждаться Великим искусством Вы ползаете по углами В этот момент Создается мотивация И дети Краевым Боковым зрением Начинают видеть следующее А самое главное Это они начинают Чувствовать себя Хозяевами пространства Они понимают Что это пространство Которое они Имеют право Осваивать Это не ситуация Мне же нужно В принципе Научить человека Путешествовать Но друзья мои Мы не умеем Мы ничем не умеем Путешествовать Нас приучили Двигаться По придуманным Наперед экскурсиям Дети Посмотрите налево Посмотрите направо Это то-то А это то-то Это не есть путешествие Путешествие Это когда Извините Я сам прокладываю Свой маршрут И что-то научаюсь В окружающем мире Схватывать Точно так же Я формирую Образовательное путешествие По книге Если мы строим Такого рода Образовательное путешествие Все на своих пестах Продолжаем Я не понимаю В какой месте Я выступаю Вообще В какой Неболе Мне кажется Ребенок Сидит и делает Какой-то свой Логин Он делает Самостоятельно Он совершает Ошибки И ребенок Не приходит Ко мне Ни помощи Ни проверки Уходит в школу Там у него Находят 150 ошибок Ставят ему Два Он приходит Ко мне И говорит Вот Два Если Опять же Лего Мы Хочем Поищем Тогда Мы Ищем Но Я не считаю Что я параллельно С учителем Должна С ней Все время Играть Предположим Поиск ошибок То есть Как она сама Должна понимать Что она Совершила Как тут Находить Как тут Исправить Самостоятельно Потому что Я не считаю Правильным Все время Все сделать Внимание Пока вы говорите О следующем Вот то что я уже Услышал Ребенок Выполняет Задание И почему То Вашему Ребенку Как ее зовут Мая И почему Тормальке Неинтересно Не хочется Подходить К вам По поводу Того что Она сделала Потому что Она хочет Совершить Свою личную Будет И сделать Это сама Пока Смотрите Еще Нет Подождите Если Буду вмешиваться Это будет Испорченная Работа Вы же не случайно Говорите Про свое Вмешательство Да Вы меня не услышали Еще раз Вы меня не услышали То что вы сказали Вы можете Еще пять раз Представить Я же не случайно Сейчас делаю Паузу Я говорю Вы меня не услышали Что вы не услышали Вы имеете ввиду Что она не хочет Свою взаимодействовать Она хочет Стоп 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 Я сейчас говорю Только о том О чем вы говорите Я не говорю Что не хочет Взаимодействовать Вы говорите Только о следующем Ребенок Сделал Замашнее Задание Но ему Да Не торопайтесь Вы слишком Тороп Вы в принципе Очень сильно Тороп Ребенок Сделал Домашнее Задание Но при этом почему-то ребенку, я не говорю, неинтересно, или еще что-то, но почему-то у него не возникает внутренний импульс, что обсуждение, я не знаю еще что за... Возможно, именно потому возникает это напряжение, и ребенку не хочется с вами взаимодействовать, что вы тут же готовы вмешаться в лабораторию его творчества. Ведь вы же не случайно говорите, она не хочет, чтобы мы делали... А кто вам говорит о делании и задании совместного? Я говорю о создании другого вида деятельности, которого не о делании совместного, а про что-то другое. Про что вы, в принципе, готовы со своим ребенком встретиться... Вот в каком классе ребенок? В нулевом. В нулевом. В какой... Когда ребенок что-то делает, неважно, вот еще до школы, что-то делает с формальной точки зрения неправильно? Ну не знаю, пожалуйста, а в нулевом классе вообще ставят какие-то... Не важно, стоп, ну здесь... Мы сейчас про то, что я не хочу, чтобы ребенок каждый раз приходил ко мне за проверкой. Стоп, 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 вот услышьте себя. Услышьте себя. Вы говорите... Вы себя не услышите. Что вы сейчас говорите? Не хочу, чтобы ребенок приходил за... Не помню. Еще раз. Вот еще раз. Я не хочу, чтобы... Обратите внимание. Еще раз. Я не хочу, чтобы мой ребенок приходил ко мне за... Не помню. Еще раз. Следующий раз повторяю. Я не хочу, чтобы мой ребенок приходил ко мне за... Еще раз. Вот. Еще раз. Но как мы поймем, что... Не мы, а она как поймет, что... Вот ровно вот это вы сейчас и говорите. Потому что у вас присутствует в голове, конечно, определенный... Не торопитесь кивать, вы еще не помнили. Нет. Нет. Это не актуально. Вот. И вот это ключевая вещь. Потому что на самом деле, когда мы имитируем согласие, это одна из фундаментальных подлянок, в которые мы попадаемся. Мы деваем, а за нашим кивком ничего не скрывается. И ребенок это тоже слышит на самом деле. Знаете, нас научили где-то такое... Как бы активное слушание. Кивай, 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 кивай. А вопрос совсем... Вопрос фундаментальный заключается в том, что вы пока это слово так и не услышали. Слово, которое вы многократно говорите. Я не хочу, чтобы мой ребенок... Ой, как хорошо, что вы сейчас не киваете. Я не хочу. Вот это уже победа. Потому что когда ребенок увидит вас не кивающий, может быть, это будет начало диалога. Потому что вот эта формализация отношений, когда они все делают... У нас учат всякие психологи. Улыбайтесь ребенку. Я сегодня не понимаю. У нас программа другая. У нас просто очень глубокие. Взаимно прекрасные отношения. Я сейчас... Я про другое говорю. Для вас, школа, и ситуация, которую вы описываете, это ситуация про проверку. Так в этом и есть ваша ловушка. Так, как извините, про это и вопрос. Еще раз. Вот снова. У вас есть вот то, о чем я говорю, вот я, например, что здесь показываю, это вообще к проверке не имеет отношения. Почему ко мне дети идут, потому что я их вообще не проверяю. У меня вообще в мозгах этого турбрика нету. А у вас он почему-то есть. Вы же выступаете экспертом, когда вы пишете звук, вы говорите, нет, 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 вы эксперт. Так это не... Вы проверяете правильность результата, что... Ничего подобного. Ничего подобного. Я не занимаюсь проверкой результата. Это вы это считываете. Потому что у вас в голове остановитесь. Вот в данном случае есть очень серьезный зазор. Прежде всего, научитесь не соглашаться там, где вам не понятно. Я сам не согласен. Вы все время киваете. Вы все время киваете. Вот это непрерывное ваше кивание, и как бы согласие, это уже психологическая ловушка, в том числе для ребенка. Потому что как же я начну распознавать вашу реальную реакцию, вот как мне сейчас понять вашу реакцию, если вы все время, опять же, мне киваете. То есть, если ваш этот кивок... Вот махните когда-нибудь вот так. Я не понимаю... Например, есть знак. Я не понимаю. Я не согласна. Мы говорим не словами. Мы говорим... Вот это мы говорим своим телом. И как если у вас в голове присутствует тема проверки, это тема присутствует и у ребенка. У ребенка в голове совершенно четкое понимание того, что мама, если я к маме говорю, она будет применять. Она будет исполнять функции учителя. Так этих функций в школе добавлю. Это то, что делает учитель. Ребенок приходит... Это, кстати, классическая ловушка, в которую попадают родители. Они играют роль учителей. То есть, условно говоря, идет такой дубляж. Я делаю дома то же самое, что потом будет делать в школе учителям. Но ведь школа, в которой... А зато... А зато... Так это в школе. То есть, мне нет, извините. В школе не принуждают вас становиться учителями. Вот давайте разделим эти вещи. Можно работать про школьные задания, про учебные задания, не в позиции учителя, а в позиции исследователя. Это совсем другая позиция. Ребенок может будет к вам приходить с энтузиазмом тогда, когда он будет приходить не за проверкой домашнего задания, а за чем-то другим. А вот за чем другим можно приходить, это и есть задачка, которую нужно нащупать. А вот если ребенок ко мне пришел, за чем-то другим... А он не приходит за чем-то... Нет, подождите, секундочку. Да? Я вас услышала, да. Он приходит, например, с арестованием, с обсуждением... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Вы не услышали! А домашнее задание... Вы меня не услышали! Полина, вы опять меня не услышали! Мы не очень-очень услышали! Еще раз, медленно и повторяю, он приходит за чем-то другим со своим домашним заданием. Между паралисованием. И они про пение в три голоса. Я говорю про конкретное домашнее задание. Или ребенок знает, как выиграть, потому что у вас в голове... То есть он должен... Вот еще раз, у вас... Я не могу понять связь, он должен кому-то родиться с своим домашним заданием, потому что ему это нравится? Еще раз. Пока в вашей голове присутствует вот эта фундаментальная идея, что смысл подхода – это проверка задания, не проявится. Вот смотрите, когда он с рисованием подходит, или просто поговорить о жизни... Или готовить к чтению. Еще раз. Чуть-чуть тормознитесь, вы слишком много. Вот когда он прямо... там у него вот этой функции вашей проверочной нет. Там он подходит в позиции деятельности. А школьное задание, кто-то вам втемяшил в голову, что по поводу школьного задания можно только заниматься проверкой. И у вас просто это слово снова и снова звучит. Но он же пришел, чтобы я проверила, а я задаю вам вопрос. Вы уверены, что если ребенок подошел к вам с домашним заданием, вы должны исполнять функцию проверятеля? Не слышите? То есть вы хотите сказать, что вы с ним занимаетесь исследованием, по примеру. С этим домашним... Так вот, в этом история состоит. Ребенок приходит с домашними заданиями. Вы с ним... Во-первых, он не приходит. Я настаиваю. Он не приходит именно потому. Что для вас абсолютно четко. Вы уже столько раз это слово употребили, и вы снова и снова упорно употребляете. У вас присутствует вот эта тема проверки. Я цервер, я проверяй, я контролер, я учитель номер два. Так на черта ребенку терять свою замечательную маму, с которой можно печь печенье, с которой можно рисовать. И нигде, ни в рисунке, ни в печенье мама не будет играть цервером. А уроки, это пусковой механизм, чтобы мама превращалась в нет такого оборудования. То есть превращалась в учителя, который занимается тем же самым, чем занимается в школе. Зачем не терять такую замечательную, чудесную маму, с которой так классно играть, с которой так классно печь печенье, с которой так классно разговаривать про жизнь, про принцессу, с которой так классно много-много чего делать. И я говорю, что у мамы в голове в этот момент просто представлено уроки, это то, что надо учить и проверять. А я настаиваю на том, что уроки, это можно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот, кстати, чем хороша вот та конфигурация вашего месторасположения, которая сейчас есть? Вот для меня она хороша тем, что еще ни разу, с какими бы группами я не работал, у меня такой конфигурации нет. Она уникальна. Она случайна. Она случилась. Больше того, я настаиваю, где бы и с кем бы я не работал, всегда формируется уникальная конфигурация. И вот это одна из самых интересных вещей. Мы можем порождать уникальные вещи, но только их не замечаем. И мы уже говорим, и ходить, и удобно. А теперь вопрос, а почему эта уникальная конфигурация? Потому что у нас сегодня столько. Ее никто не замысливал. Она случилась, потому что случилась. Вот так вышла. Она случилась как результат, извините пожалуйста, вашего коллективного взаимодействия. В рамках, в границах некой поставленной мною задачи. И для меня это по сути своей метафора образования в принципе. Это не запланировано, но это случилось. И в общем-то мы понимаем, что это достаточно комфортно, удобно, органично и много-много чего. И вот эта история, когда мы начинаем... Господи, я всегда вижу учителей, которые много-много думают как рассадить детей. Я их и полукругом посажу, или парты рядами, или мы вот здесь расположимся. Это как вообще модель учебного планирования. Я заранее придумаю, где подкладку постелить. А мне как раз очень важно, что что-то случается. И когда ребенок начинает переживать... Полина, я между прочим сейчас работаю с вашим вопросом, продолжаю. Продолжает работать... Это очень серьезно. Когда ребенок ощущает себя сопричастным к некой событийности... А что такое событийность? То, что происходит. Это не то... Я понимаю, а что такое это? Что такое событие? Условия какие-то. Совместная ситуация. Совместность это вообще не имеет отношения. Это сопричастность бытию. Это сопричастие бытийности. То есть то, что незамысленно и задание в голове. Что такое книга бытия? Вся история книги бытия. Это книга, которая рассказывает нам про то, как у Господа Бога все пошло наперекосе. Он чего это там задумал? В семь дней творения создал чего это там? И все покатилось в тартарах. И вся книга бытия... Бытие это то, что выходит за границы того, что мы задумали. Даже у Господа Бога. И вся книга бытия это его мучительные попытки как-то поправить положение дел. А положение дел не поправляется. История покатилась. И мы видим там растерянного Бога, который пытается всех уничтожить, который постоянно всех к чему-то призывает. И раскаялся Бог в деяниях рук своих. И решил потоп назвать на мир. Это Господь Бог. Он бессилен перед бытием. Так вот, бытие это то, что нельзя придумать на голове. Так вот, сегодня, вот сейчас, это эффект бытийности. Мы его не придумали, он случился. Вот в общем все что-то. И если у нас с детьми случаются такие эффекты бытийности внутри, в том числе домашних заданий, все по-настоящему. А если у нас есть цель, которой мы добиваемся, к сожалению, вот здесь схлопывание происходит. Чем классно? Что вот классно в печенье печенье? Которое так нравится? Марье. Марье, да? Неизвестно, что получится? Ну да, конечно. Там непонятно, неизвестно. Собственно, там нет стандарта, какой именно должна быть печененка. Она может быть такой, а может быть этакой. В чем ценность рисунка? Я не знаю, что у меня получится. Ценно и это, и это. Может ли учебное задание быть таким же? Да конечно же. Оно тоже может быть. В нем огромное количество внутреннего ресурса, о котором мы не подозреваем. Может быть в качестве побочного эффекта... Полиночка, услышьте вот это слово, побочный эффект. Вот это очень трудно его услышать, когда мы целевым образом заточены. Может ли в качестве побочного эффекта произойти освоение школьного материала? Может, но только в качестве побочного. Вот я здесь понятен? То, что я сейчас буду... Вот опять же, не переведи Господь, я вот сейчас буду показывать какие-то вещи. Не переведи Господь, если вы к ним отнесетесь как к инструменту. Вот я буду показывать вещи, которые ценны сами по себе. От них получаешь удовольствие, и ребенок получает удовольствие. И не надо мне задавать вопрос, а как же со временем, вот если эта деятельность запущена, вот если деятельность запущена, если ребенку в драйв играть с языком, экспериментировать с текстами, экспериментировать с Львом Николаевичем Толстым или с кем-то там еще. Все будет. В качестве побочного результата. Если в кайф и в драйв играть в архикард, будет в качестве побочного результата, вам нужна математика, оно будет. Вам нужно умножение, оно будет. У меня семьи подсаживаются, начинаются резаться всякие игры в детских садах. Вдруг говорят, ой, а у меня ребенок, вообще у него никаких проблем с таблицей умножения. И все замечательно. Главное не ставить себе вот эту тупую задачу, мы сейчас это делаем за тем, чтобы. Самое главное получить вот это, вот давайте, вот эта метафора, которая была введена Полиной, правда Полина не думала, что это метафора, но мне очень важно. Давайте печенье печем. А что там в печке произойдет, оно получится, оно все равно получится. Кстати, что еще классно в печенье? Мы туда ингредиенты добавляем, чуть-чуть больше сахара, чуть-чуть больше чего-то еще, и уже другой вкус. Мы экспериментируем. Мы не боимся вот этому и сказать, я сегодня сделала ошибочное печенье. Это странно. Печенье с другим вкусом, только и всего. Ну да, слегка пересолено, и слегка, но от него нельзя не надо ждать. Хорошо с пивом. Да, конечно. Оно просто получилось с другим. И вот это ощущение, да, конечно. И ощущение, что я могу экспериментировать вместе с мамой по поводу учебника, по поводу там стихотворения, по поводу чего-то еще. Ну, в общем, смотрите. У меня вот с собой оказалась такая книжка, не детская немножко, проклятая поэты. Проклятая? Проклятая поэты. Неважно, это не важно, какая книжка. У меня здесь стихи. Всяких известных и не очень известных французов, и я вот сейчас просто ее листал, наткнулся на одну вид. Мы сейчас с вами будем учить стихотворение. Как бы? Ну, знаете, есть такая задачка. Учить стихотворение, учить уроки, все что угодно. Только не приведи Господь, если вот вы сейчас будете спрашивать, а когда же мы наконец-то начнем его учиться? Я сейчас буду с вами чего-то делать. Ну, не с вами. Ну, не с вами. И, кстати, очень интересно, когда мы начинаем эти штуки играть, очень интересно, когда вот эта игрушка, которую я сейчас буду вам показывать, точнее, я буду по мотивам одного стихотворения давать вам кучу всяких красных игрушек, безумно простых. Что хорошо в этих игрушках? Ага, вот здесь очень важная штука. Я могу ее показать. Вот ребенка это подхватывает в тот момент. Не когда он сам... Ну, допустим, вы мама, вы, допустим, папа. Ну, или наоборот, вы папа, вы мама. То есть я могу вам давать такие штуки в два счета. Когда ребенок сам начинает это делать, когда он превращается... Вот вы смотрите, что делаю я, и задавайте себе вопросы. А ребенок мог бы это делать? Если ему вот эта технология уже известна. А кто быстрее, мама или папа? Или мама дает задание, а кто быстрее, ребенок или папа? Папа или бабушка. Понятно, да? Все, поехали. Я сейчас начинаю с простейшей вещи, которая где-то у меня висит в интернете, и, может быть, кто-то что-то такое видел. Я потом буду показывать кучу всякого другого. Мне очень важно показать, какое большое игровое пространство можно создавать. Вот вроде бы... При этом задача у меня не в том, чтобы выучить стихотворение. Повторяю, стихи при этом выучатся как побочный эффект. А эффектов других еще очень много. Здесь формирование орфографии, формирование черт знает чего. Здесь вообще интуиция. Идет движение широким фронтом. Чем я сейчас буду с вами заниматься? Да просто играть буду. А у этой игры будет много-много-много побочных эффектов. И материалом этим может быть этот утес или, может быть, стихотворение из учебника, которое нужно ребенку выручить. Итак, начинаю с простейшей вещи. Это я сам себя проверяю. Кстати, ребенок потом начинает то же самое. Тут очень важно, что я здесь могу создать такую ситуацию, когда он легко может сам стать субъектом того же задания. Из любой книжки, с чего угодно. Тихо. При этом он будет про себя бормотать это все. Так, надо не забыть вот еще что сделать. Вот эти штучки обязательно надо... Вот есть такие, бывают еще значки странные. Вот эти значки тоже надо не забывать. Они бывают полезными для того, чтобы расшифровать. Здесь точка. Точка. Обратите внимание, я по-честному... Все, что я делаю, я делаю по-честному. То есть я сейчас работаю не на публику. Я на самом деле, когда вот так делаю, я проверяю, все в точности я сделал или не в точности. Ну и вы догадываетесь, что в этот момент, если особенно ребенок начинает это делать, это же феерический тренинг. Потому что я же начинаю все это разбирать. Я же должен задание это точно дать. Потому что если я его дам не точно, то извините, пожалуйста, расшифровать невозможно будет. Угу. Расшифрован. Расшифрован. Ну.. Видели, да? Я вот сейчас перепроверил себя. Сейчас правильно. И вот в самый этот момент, когда я начинаю вот это сосчитывать и вместе с тем про себя проговаривать, но при этом я же должен проговаривать так, чтобы меня никто не подслушал. Я должен научиться не просто шепотом говорить, я должен научиться это проговаривать вообще так, чтобы никто не слышал. Вначале, конечно, я шепчу, а потом, ну, в психологии это называется интериоризация. Это когда речь переходит во внутренний план. А чтобы нормально все сформировалось, так раз невероятно важно, чтобы это произошло. Так, запитая. Нет. 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 Я не знаю. Нет. Пока. Давайте. Если. Да. . Да. Эминь. Вы, кстати, можете достать бумажки и, может быть, уже какие-то варианты давать. Так, в вариантах работы с этим дальнейших огромное количество. Огромное. Варианты. Я сейчас буду давать вам ответвление, только не надо мне задавать вопрос, а какой правильный, с чего начинать. Я всегда говорю, а с чего угодно. Можно с этого, можно с другого. Вот я несколько пробных траекторий вам дальше даю. Первая, самая элементарная траектория, это когда вы с этим текстом начинаем играть в классическое поле чудеса. Называете любую букву, давайте попробуем этот вариант. Другой вариант, это когда, допустим, я могу просто открывать вторую, третью, четвертую букву в каждом слое. Я понятен, да? Ну и дальше, по мере того, как появляются буквы, ваша задачка заключается в том, чтобы расшифровывать текст от самого понятного. Но это не надо объяснять. Ну давайте, какую букву? А. Ну давайте, букву А. А вы, кстати, вот сейчас, уже на этом этапе, есть какие-то варианты? Какое-то слово удалось разгадать? Утром. Утёс. Утром, так, утро он? Встретила. Земля. Встретила. Белый. Здесь лучше всего, на самом деле, если близко, то можно пальцем показывать, где. Нет. Кто сказал утёс? Я. Браво. А, я сказал утёс? Сам вначале. Извините. Сказать сам вначале. Сказать, что на М наслаждать деньги. Ага. На, на. Нет. Ещё варианты есть? Он. Браво. Браво. Он. Ещё? К земле. Что? К земле. К земле. Браво. К земле. А третье слово? Пойник или приник? Я не совсем поняла, будто там точка или вот какой-то такой дом. Нет. Не приник, не прилип. Так, что ещё? Бел. Нет. К месяца. Что ещё? Прилёг. Прилёг. Нет. Ещё? Третье слово. Обезлил. Где? Внизу. Назвивай. Так, внимание. Теперь, как строим путешествия. Внимание. Называйте, какая строка сверху и какое слово. Просто вот. Последняя строчка «вы» и последняя строчка «вы». Последняя строчка «браво» «вы». Естественно, что если мы играем группой, то вы за своё «вы» отгаданное получаете 4 очка. У меня принцип начисления очков всегда очень простой. Чем длиннее слово, тем больше очков по квадратному принципу. Если в слове 5 букв вы отгадали, вы получаете 25 очков. Так, итак, вы отгадали слово «вы». За него можете себе честно написать 4. Кто отгадал у нас он? Пишите себе 4. Кто отгадал земле? Кто вы? Пожалуйста, пишите себе 25 очков. А третье? А? Последнее «сами» слово. И нет. А третья строчка «из ветром»? Третья строчка такое слово? Ну, третье слово. Третье слово. Из ветра. Нет? Последнее. Так, руки поднимаем. Первая строчка, что это слово «великий». Нет. Высокий. А? Высокий. Или выситый. Нет. Вторая строчка. Ой, нет-нет-нет. Ага. Вторая строчка, первое слово «как». Первое слово «браво». Как? Девять. Девять. Пишите, пишите. По-честному записывайте очки, потом посмотрим, что у кого получится. Последняя строчка «вы разочарованы»? Нет. А там вторая строчка. Третья строчка «он», «тоже». Да, браво, четыре. Четыре очка себе пишите. Дальше. Третья снизу. Третья снизу. А, да, третий снизу. Сейчас. Нет. А он к земле приник? Нет. Нет, это уже было. Присел. А вот вторая строчка «ф» или фраз? Было, было. Присел. Вторая строчка «ф» фраз, третья строчка. Нет. А что в последней строчке «ч»? Флаг заканчивается в «ч» или вот последняя строчка «с». Левее, левее. Ой, подождите. А, извините, я пропустил здесь. Это «у». Это «у». Извините. И это, кстати, вот тоже очень важная вещь, когда ребенок, который дает задание, он в какой-то момент осознает, что это нормальная ситуация. И не надо здесь возмущаться. «Александр Михайлович, как вы повели?» Извините, раз. Ну, человек, существо, которое может ошибаться. Извините, я ошибся. Кто написал себе он, убираетесь. От. От. Конечно, от. От воздуха? От последней из себя? Нет. От воздуха? Болеет. А? Болеет. Нет. Белееет. Нет. Болен. От чего? Ну, все, хорошо, давайте так. Ну, теперь, внимание, внимание. Вот эта работа, когда вы начали гадать, она невероятно важна. Вы начинаете текст, вы еще ничего про него не знаете. Но вы начинаете его прощупывать, причем, внимание, сейчас я скажу очень важную вещь, вы начинаете прощупывать его синтаксис. Вы еще не пользуетесь этим словом. Не надо ребенку, это синтаксис. Но вы же на самом деле понимаете, что предлоги – это вообще феерически важная штуковина в языке, она отвечает за уставление в русском языке особенно. И вот эти предлоги, которые иногда нет, в любом языке, конечно. И вот вы находите сначала эти, затем какие-то пернивые слова, какие-то местоимения. Соимения, да. Вершины. Это где? Нет. Какое строительство? Нет. Третье? Первое, третье. А, нет, 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 нет. Нет, 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 не проходит. Вторая строчка – мотылек, нет? Нет. Точно нет. Ага. Как кто? Обратите внимание, опять же, смотрите, что сейчас невероятно для меня важно. Я отчетливо вижу. Как мальчик, мальчик. Нет. И обратите внимание, насколько вот вы все… Я говорю, давайте я уже… Нет, вы хотите дальше. Да. Я хочу еще экспериментировать. Это оказывается очень интересно. Как маятник Фуко. Как маятник Фуко. Круто. Смотрите. Обратите внимание, какую языковую работу вы уже успели совершить. Смысловую работу. Орфографическую работу. Все что угодно. А игра-то, которая… И я сколько… Вот, ребенок, который это дал, подирает руки, сравнивает и говорит «не-а». Не-а. Не-а. Нет, не Майдин. Первое, третье – Воронов. Стоп. Первое, третье – Воронов. Первое, третье – Воронов. Нет. Первое – Утес. Первое – Утес. Флаг, не бежал он? Флаг, утес, а от кого-то на В бежал. А? Виден. Третье – снизу. Оттес от… Нет. Все, так, друзья. Смотрите, мы можем… Давайте еще… Так, внимание. На самом деле, не надо никуда торопиться. Потому что сама вот эта работа по придумыванию слов, она потом в столице окупится. Это невероятно важно. Если вы включаетесь из ребенка, понимаете, психотворение – это лишь повод. А он начинает экспериментировать. Начинает примеривать. Папа, мама, бабушка. Самое главное, что это то, что интересно всем. И по секрету скажу, 150 тысяч раз интереснее поле чудес. То, что в этой игре, в которой ведущим может быть взрослый, ведущим абсолютно легко, может быть ребенок. Заметьте, абсолютно легко. Причем, это не требует никакой особой подготовки. Если ребенок берет свой учебник для второго класса и дает задачку для своих родителей, и постоянно смотрит, кто же папа или… Ну, а времени на это нету. А пять часов сидеть над головой ребенка и требовать от него, чтобы он это выучил, есть время. А самое главное, что когда я сам даю это задание, когда я постоянно сравнительную эту работу делаю, я в 150 тысяч раз быстрее это стихотворение… Ну, естественно. Я же все время вспоминаю слова «я же автор задания». Я переходил… А ребенок невнимательно может пропустить. Правильно, он может пропустить. И тогда сразу это… Естественно, вот он и учится в этот момент быть внимательным. Итак, следующее. Понятно, что это стихотворение сложное, а не для второго класса. Ну, мы можем взять стихотворение из учебника для второго класса, из третьего класса. Можем не обязательно брать стихотворение. Мы можем кусочек… Браво! Пока я тут бла-бла-бла. Кто-то раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь зарабатывает 49 очков. Балел? Первый, последний бежал. Бежит, нет. Белел? Нет. Время не бежал. А? Белия же. Нет. Хорошо, давайте, была отдана буква. Бежал, бежал. Нет, не бежал. Нет. Ой, как много вы сделали. Как много вы роскошных вариантов уже придуманы. Как расширилось уже пространство этого текста. Бурел. Вот. А как дальше будет интересно? Естественно, всем страшно интересно. А что же там еще? А что же может быть там еще? Вот это и есть запуск вашей деятельности, вашей активности и моей тоже активности. Активность идет взаимно. Господи, дай Бог вам здоровья. Мне не знал, что вы во мне можете так вот запустить. Вы не представляете, с какими тяжелыми детьми иногда мне приходится работать. Но мне еще не помогалось ни одного случая, чтобы у ребенка, про которого говорили, что вот у него тотальная депрессия учебная, что в нем нельзя запустить азарт. У всех можно запустить, но везде индивидуально. Поехали дальше. Итак, была дана буква А. Ну так, немножко ступенька вперед. Ну давайте. Вот это тоже особая задачка. Если я ведущий. Александр не мертвый там? Нет. Нет. Сейчас посмотрим. Итак, смотрим. Я как ребенок, но я должен был как ведущий найти А. Ага, вижу А. Здесь А. Мрач. Как мрачный. Браво. Мрач. Ны. И вы получаете 3, 4, 5, 6, 7, 49 очков. Браво. Так, смотрим дальше. Фавл. Фавл. Нет, Алиса там нет. Я смотрю. Я смотрю внимательно. Ага. Смотрите, ну я же проверяю. Я смотрю. О. Прилег. А тут рифмы есть вообще. Да. Там и с высоты. Браво. Браво. 36 очков. Ну чего себе, как у вас уже много у Яны. И с высоты. Налюбовавшись. А? Нет. Налюбовавшись. Нет. Четвертая и пятая, тот кто? Четвертая. Последнее слово. Вот это тот, и там кто? Нет. Девы же. Кто там? Кто одержит? А, вы. Нет. Нас. Он нас? Нет. Над. 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 Браво. Кто первый сказал над? Олеся. Пишите 9 очков себе. Курли. Он над. Тем. Браво. Кто сказал первым, тем? Тем. 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 Ну, смотрите. Конечно же, когда вот эту работу ведешь, когда вас много, конечно. Когда в семье там 3-4 человека или там где, ну это уже совсем. Самое главное, вот друзья мои, вот здесь очень, еще раз повторяю, для меня всегда вот важнейший залог нормального эффекта выходить из учительской позиции. Ребенок учительской позиции. Он меня тренирует. Например. Он мне дает задание, а я расшифровываю. И обязательно нужно, чтобы я был с кем-то в режиме соревнований. Он всего лишь меня контролирует. Вот Полина нам рассказывала про то, как Байя не хочет, чтобы ее контролировали. Ну, естественно, кому же нравится, когда его контролируют? Ну, мне, но нам всем очень нравится, мне же страшно нравится, у меня есть пособие, я контролирую вас. Он прижал, он прижал, он в земле прижал. Я певну. Нет. Нет. А вот здесь как? Вторая стройка, снизу первое слово. Как? Кем. 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 Ой, извините, я сдаюсь. Я был невнимательным. Я, Майя, была невнимательным. Мама, прости меня, пожалуйста. Ну да, я не заметил. Ну что, прощаю. Ну, знаешь, Крисланкова сегодня. Ну, нет, нет, нет. Ну, да, 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 я ошибся, да, конечно. Приник? Но как раз вот в этой ситуации и формируется внимательность. Приник. В земле приник? А мы же говорили. Приник уже было. Приник, франк поплыл. А? Приплыла. К земле нет. А не не приник? Приник. Нет. Мрачный флаг? Нет, не флаг. Да, окей. Давайте, следующую букву. О. О. Готовы у О? Отлично. Но, опять же, внимание. Я должен сам себя контролировать. Вот понимаете, здесь самый важный момент. Я, ребенок, я себя контролирую. Я должен нащупать то место, и я начинаю в очередной раз бормотать. Есть здесь О или нет? Форт. Форт. Форт, браво. Кто первый сказал Форт? 16. Прирост. Прирост. Кто сказал? Прирост. Прирост. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тридцать шесть очков пишите себе. Тридцать шесть очков пишите себе. Волна, нет? Нет. Все? А вот в первой строке никаких гласных нет? То есть здесь такого? Никакой слой? Аниму нет. Нет? Нет. Нет. Левый овечка. Болейный. Недогоняемый. Недосягаемый. Несенсорный. О, он догоняется. Нет. Нет. А вот на букву «э» это одно слово длинное или это два разных? Где на букву «э»? Ну, не знаю. Прирост. А, это одно слово. Не хорошо. Что? Хорошо. Это прям у. Он обанса нет. Нет. Ну что, давайте еще букву. Е. Ну, давайте все, чтобы... Нет. Хорошо, давайте следующее букву «е». Нет. Бежав? Нет. Бежав. Бежит. Бежав. Бежав. Браво! Кто получил 25 очков? Браво. Ну и вот здесь я еще две е. Ну, сразу я извиняюсь, я вот такой дисграфик выраженный. Нет, я могу писать и более аккуратно, конечно. Но здесь, конечно, прости господи, каким почерком я пишу. Но, тем не менее, можно и с этим работать. А так? Все. Хохочет. Браво! А, а вот опять моя ошибка. А как ты нам угадаешь? Ну, в данном случае, моя, и на старуху-правуха, и взрослый может, это работа трудная. Но я еще раз повторяю, если я этим занимаюсь, я становлюсь внимательным. Я становлюсь внимательным, я начинаю сам себя контролировать. Вот непонятно же, что будет. Вы сами начнете это делать, и вы увидите, как вы тоже с легкостью будете совершать ошибки. Это непростая история. Хохочет. Но тем не менее, несмотря на то, что у меня было пропущено одно неделю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Более? Семь, сорок девять очков. Кто? Сорок девять. Так, хохочет. С следующим день. Нет? Здесь запятая хохочет, и здесь две запятые. Давайте еще буквы. А вы посмотрите, все ли остаточное неправильное? Слушайте, вы меня же дальше. Так, буквы. Так, и смотрим. Так, это уже есть. Созидав. Нет. Все. Распираем. Дальше. Пожалуйста. А? А вот там вот, третье слово. Последнее слово из трехового? Три, нет. Варшут. Здесь три буквы осталось. Нет, в последнее строке, последнее слово. Нет, последнее слово. Вот это, не это целое слово. Импонировав. Что? Импонировав. Нет, пожалуйста, буквы еще. Посмотрим. Точно. Браво. Какое слово? Эскадрон. Браво. Эскадрон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Восемьдесят одну очко. Вот. Вы записываете себе восемьдесят. А потом скажете, кто сколько очков заработал. Собираясь, наверное, тогда как собираясь. Браво! Кто сказал собираясь? Браво. Собираясь. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Собирайте. Разбирайте. Вы разбираете? Вы все равно запишите себе. Вы разбираете. Разбираете. Так, ребята, вот давайте. Запишите, пожалуйста. Разбивайте. Давайте по-честному. Вот не надо так высокомерно. Ну, я и так запомню. А там волны. А там разбивайте систему. Да. Волны, конечно. Волны. Двадцать пять, пишите. И разбивайте систему. Озбин М. Так, собираясь в эскадроны, вы разбиваетесь. Браво. Раз-би. Волны, запишите. Раз-би. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десть-одиннадцать-двенадцать. Сто сорок-четыре. Я напишите сто сорок-четыре. И у стену. И у стену. И шестнадцать за стену. Все? Нет. Раз-соты. Необозримую. Ой, извините, я пропустил букву Е. Вот, не. И О перестанет. Не достижим. Нет. Одна Е. Не достижим. Не достижим. Нет. Не тороплюсь. Утес от времени берез. Да. Как мрачный форт. В земле прирос. И с высоты. Забитаем. Неопокоренный. Браво, браво. Кто сказал непокоренный? И с высоты непокоренный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, сто сорок-четыре. Да, непонятно, вон он. Это как вращение. Он к волну вращается. Хохочет волны. Он на кем, как, собираясь в эскадроны, вы разбиваетесь у стен. Вот. Вот и у меня простой вопрос. Чем мы сейчас занимались? Мы не занимались тем, что учили стихотворение. Мы исследовали, мы экспериментировали. Мы очень много экспериментировали со своей речью. То, что при этом... Нет, я не могу сказать, что мы уже выучили это стихотворение. Но я четко могу сказать, что мы его начали чувствовать. Оно уже перед нами явилось. Сложное, трудное, запутанное. С очень сложным синтаксисом. Но оно появилось. Но дальше можно и сделать. Вы говорите, ну хорошо, это сделали, и что? Но оно же еще не выучено. Дальше количество вот этих возможных игр огромно. Тряпочка где у нас? Хорошо, окей. Мы сейчас это уже сделали. А теперь, кто первый из вас... Просто сейчас можно выкрикивать. Что я сделаю? Форт. Записываю. Форт. Форт. Если работа на бумаге, можно не стирать, а карточка. Которую, кстати, я как раз использую для этого. Очень удобно пользоваться карточками архикарции. Уголочком прикрываешь слово. И сразу, мгновенно. Так, дальше. Мрачный. Отлично. Так. Волны. Волны. А там И на чем? Лишнее. Между мрачный и форт. Осталось И. Это был И. Волны. Отлично. Как? Право. Чтобы надо закрывать глаза, когда будет. Да. Чтобы так хорошо всем заглянуть. А, обратите внимание. Когда-то, когда ребенок начинает активно подглядывать... Ну, ребята... Ну, естественно. Ему хочется заглянуть. Так вы сидите, да прочитаю это, прочитаю. А тут у него появляется у самого азара. Пожалуйста, дальше. Ну, хорошо. Ну, и, конечно, каждое слово можно... Оно угадывается в контексте. И в это можно сколько угодно играть. И это, и это, и это. Хорошо. Конечно. И мы сейчас уже сходу восстанавливаем и с высоты... Непокоренный. И с высоты непокоренный хохочет волны. Он над тем, как, собираясь в эскадроны, вы разбиваетесь у стен. Окей, хорошо. Как хочет волны, он над тем. Ну, понятно, да? То есть прекрасно. Я стирал слова. Теперь я стираю целые строки. И снова их восстанавливаю. Я могу... Итак, утес от времени берез. Какая вторая строка? Как мрачный... Мрачный... Форт. К земле прирос. И с высоты непокоренный... Хохочет волны. Он над тем. Хохочет волны. Он над тем, как собираешь эскадроны, вы разбиваетесь у стен. Окей. Другие... Еще раз. Вот здесь важно понять, что вариантов бесчисленное количество. Вот я сделал так, а сейчас я делаю следующее, например. Ставь пропущенные буквы. Нет, я сейчас просто вот делал два движения таких. Восстанавливайте. А это не только... Нет, это много чего. Я должен вспомнить слова, я должен... Итак, восстанавливаем. Давай, первая строка. Говорите громче. Утес от времени берез. Как врачный... Ну и так далее. То есть, извините, пожалуйста. А теперь на следующем этапе делаю так. Пожалуйста. Поговорите, говорите. Супер. Обратите внимание. Вы это стихотворение не учили вообще. Но вы его выучили. Ну так снится вот сегодня. И не удивляйтесь, если ребенок будет к вам приставать с очередным фрагментом песни о купце-калашниках или еще о чем-нибудь таком. Потому что вот мы взяли какую-то фигню, прошу прощения, ну не фигню, какой-то текст. Мы начали с ним, извините, играть. Я не ставил задачу его выучить. Надоела и эта игра. Возможно, куча других игр. Вот давайте. Просто понимаете, когда вы отпускаете свой креатив из-за свободы, когда вы понимаете, что вы выходите из этой жесткой учебной структуры, когда вы должны вот освоить уроки, а начинаете с этим урочным пространством экспериментировать, я все время говорю, извините, пожалуйста, вот уж тупые школьные задания – это то, что легче всего креативить. Например, задание «выучить». Просто его не надо понимать натурально. Мы почему-то думаем, выучить – это надо сидеть и учить. И много раз повторять. Да ничего подобного. Нет, ну когда она очень длинная и… Это можно с длинным, с чем угодно. Особенно, когда у вас существуют принтеры, на которых можно… Это можно сделать с любым крозаическим текстом. Это можно… Ну давайте я сейчас возьму еще просто пример. Дайте мне ручку. А, ножницы есть? Да, можно пару ножек. В отличие, ножницы есть. Не буду резать, боже мой. Ну давайте, вот я беру… Ну поскольку это мы уже с вами худо-бедно освоили. Ну на самом деле, пару таких игр у вас просто огненными буквами. И вы будете это чувствовать. И синтаксис чувствовать, и сложную структуру. И вот после этого уже, извините, пожалуйста, чувствоваться в язык… Утес… От времени… Белес… Уже можно наслаждаться. Мы уже знаем, мы технику уже освоили. И мы можем… Вы понимаете, мы очень часто начинаем с другого конца. Прочитать красиво, услышать звучание. А здесь странным образом ноты, что называется, уже известны. Они уже приклеились. И тогда мы можем получать от этого всего уже дальше. На следующем этапе мы можем получать… Вот здесь начинается этап наслаждения. Утес… Когда мы можем читать то же самое… Утес… Что… 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 Эскадроды, вы разбиваетесь у стен. Вот здесь я могу уже экспериментировать голосом, эмоциями, я могу уже прочитывать по-разному, но ткань мне уже известна. И вдруг я слышу и вижу, что ткань может быть еще эмоционально озвучена. И вот уже здесь можно играть во все прочие игры, когда вы можете сказать, ну хорошо, а можешь прочитать то же самое стихотворение от имени человека, который только-только проснулся утром. Но самое главное, что он, а герой, брифт. Вот час. От имени берез. Ну, это скорее от пьяного человека. А можно прочитать это от имени, там, скажем, кошки, так? Утес от времени берез, как мрачный форт к земле прирос, и с высоты непокоренной хохочет волны он над тем, ну и так далее. Можно экспериментировать, а, три раза? Ну, конечно. То есть, но в это играть можно уже тогда, когда вы, когда ноты уже известны. А ноты оказались известны. А дальше начинайте разминать, эмоционально разминать. И здесь очень важно, кстати, это же закон ораторского искусства. Если вы хотите, чтобы у человека сформировалось вот это ораторство, очень важно, чтобы он научился голосом эксперт танцевать. Чтобы голос мог жить. Чтобы у него не было готовых формулировок. И в любом театральном вузе это делают. Мы можем это делать. Вот один текст, тот же текст, мы можем прочитать тысячью разных способов. Изменяя интонационную ткань, у нас будет получаться разный текст. И вот это производит феерическое впечатление, но уже потом. И у ребенка возникает, и у вас возникает просто еще и слух на стихотворении. Вы начинаете слышать его многомерно. Он может быть и таким, и эдаким. Но самое главное, ноты уже известны. Ноты уже, все слова известны. Не происходит вот эта сшитка, когда я уже эмоциональный ряд должен ставить, а я не понимаю самих слов. А я их уже прощупал. Я нащупал разные варианты. Я много-много чего сделал. Так вот, работа по нащупыванию разных вариантов, возможно, опять же, в самых разных форматах. Вот я беру другое стихотворение. С этим мы можем дальше экспериментировать сколько угодно. Вот беру другое стихотворение. И так, мне нужен листочек бумаги, потому что здесь потребуется множество, книжку я резать не буду. Вот бумага, давай. Спасибо. И ручку, пожалуйста. Вот там есть какая-то... Нет, это ваша ручка, давайте. А у вас есть ручка? Вот, возьмите себе тоже. Я сажусь в столику, и я начинаю следующее дело. Итак, взял лист бумаги. И обратите внимание, что опять же, это та история... Я вот сейчас показываю вам свою работу, как взрослого. И вы поймите, что в два счета ребенок начинает то же самое делать со мной. Причем я вам сейчас это показываю на материале стихотворения очередного. Это можно делать на каком угодном материале. На учебнике, на всем чем угодно. Потому что... Выучить правила. Ну, разумеется. Потому что... Нет, только извините, пожалуйста. Не надо ставить задачу, выучить правила. Я понимаю, конечно. Мы ставим не перед ребенком, не перед собой. Наша задача заключается в том, чтобы научиться играть. А то, что при этом, в качестве побочного эффекта, правила выучиться, это произойдет. Но неужели вы считаете, что смысл этой работы был в том, чтобы выучить стихотворение? Мы так много получили в этой связи. Понимаете? А то, что оно и выучилось, ну, Господи, ну, выучилось. То, что правила при этом выучиться, ну, выучиться. Ну, Господи, ну, не фиксироваться же на этом. Ну, не в этом же смысл школы. И все эти учебные вещи, они сформируются, они сделаются в качестве побочного эффекта. Не надо вот цель себе эту ставить. Я сажусь за уроки, чтобы выучить правила или получить хорошую оценку. Это не в этом дело. Я сажусь для того, чтобы получить удовольствие. И вот я сейчас показываю еще вариант получения удовольствия. Причем это удовольствие можно получать от какого угодно материала. От любого. Настаиваю. Вы дадите мне справочник по электротехнике. Я покажу вам, как можно получать удовольствие от справочника по электротехнике. И ребенок будет получать это удовольствие. Я сейчас покажу, как это делается. Ну, как пример. Опять же, таких игр уйма. Если вы меня спросите, где вы про них прочитали, я вам честно скажу, нигде. Я их сам придумал. Вообще, моя специфика заключается в том, что все, что я вам показываю, я придумываю сам. Почему я это придумал? Потому что у меня практика такая. Я работаю с тяжелыми детьми, которым никакие схемы не проходят. Приходится придумывать что-то впервые. И добра этого, на придуманного, огромное количество. Время от времени чего-то я из этого вытаскиваю, показываю, экспериментирую. И вы видите, что... И люди говорят, ух ты, а мы сами хотим придумывать. И вот когда у меня появляются родители, которые начинают с таким же удовольствием чего-то придумывать, главное, чтобы вот эта какая-то тонкая мускулатура оказалась расслаблена, педагогическая. Итак, так, сейчас внимание, я записываю. Так, как наши... Диктуйте мне, пожалуйста, поближе сядьте. Вместе со столом. Как наши... Чих-чих-чих-чих-чих-чих. Я не спеваю. Прихо... Диктуйте. Прихо... помогать и удача не превращайте это в диктант вот плохо вот смотрите как только мы это превращаем учебный вот ребят не приняли господь если у нас перестает быть игра только не учебный диктант только не проверка не контроль грамотности все не умеете как наши прихоти убоги и я раз тра-чи-ва-ю дни на медитации а дни на медитации а дни . на медитации а дни потом вздохну а что в итоге все вот написал а теперь мама папа здесь опять же самое главное что я делаю задание так очень хорошо когда есть принтер когда есть сервис взял написал распечатал беру ножницы и задание от номер раз строчек может быть сколько угодно так строчка первая строчка вторая смотрите внимательно это такая медленная история и так громче можно собираетесь сюда пучкой просто поднимаетесь и сюда идите и вот мне конкретно это штука которые я запускаю и ребенок он берет секундомер здесь мне никакое соревнование не требуется так это написано и красно ставим секундомер вот конкретный ребенок с работал на прошлой неделе который терпеть не может ненавидит и прочее 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 и вот пока мы начинаем с этого пожалуйста он очень скоро вытаскивает свой секундомер начинает мы уходим разговариваем с мамой он безудержно начинает сам себе в начале у него первое время за которое он это сделал было 38 потом он сделал это за 24 секунды потом это сделал за одиннадцать секунд потом сделал 9 секунд и долгое время не мог ниже опуститься все 9 правда у него было восемь строк за 9 и никак быстрее не получалось и вот это азарт с которым он боролся со временем и наконец он прибегает и говорит я сделал это за 7 секунд я же повторяю я просто вот пожалуйста пожалуйста время пошло бегом и один человек один вот этого что да да конечно но смотрите на первом этапе ребенок делает еще следующую штуковину он не читает он видит как вы видите как разрезано но конечно принцип пазл и это здорово это тоже очень хороший вариант отлично хорошо неплохо но все равно он цепляется за какие то такие вещи отлично он это научился делать за 7 секунд пока и следующее задание я делаю более сложно здесь опять же очень важно чтобы было режем так например режем так здесь очень важный принцип произвольной резки я не говорю что обязательно слова вы нет нет можно и посередине слова но когда посередине слова так проще я вам просто предлагаю вот я же вам говорю о чем экспериментируйте пробуйте так пробуйте так самое главное чтобы появилась вот эта ваша свобода здесь нет методического хода который надо обязательно исполнять можно так а можно эдак вы смотрите мы просто смотрим что сейчас получается все это делаем так и вот это еще делаем так и уже вы понимаете что задачка и их перепутали да 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 время пошло но извините вы скажете так это же пазл это пазл языковые пазлы пазл предметом которого становится стихотворение или предметом которого извините становится учебник русского языка вы не обратили внимание что я вам сказал чуть-чуть вы не обратили внимание что я сказал идеально если у вас есть ксерокс я не предлагаю ездить учебник русского языка но я предлагаю очень простую вещь но она элементарно работы в аксе или с классом работаете 10 человек 10 10 человеком по одной странице взяли пачку листов и абсолютно произвольно нарезали на кусочки каждый лист